ну господи благослови мы отправляемся в рулетку слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение во веки веков аминь прости нас господи и помилуй найди новая душа способная принять слово евангельское коснись их сердец владыка словом твоим проникли в сердца этих людей выведи их из этой тьмы и мрака заблуждение и гибели псалом сороковой блажен то помышляет о бедном в день бедствия избавить его господь господь сохранить его и сбережет ему жизнь блажен будет он на земле и ты не отдашь его на волю врагов его господь укрепить его на одре болезни его ты изменишь все ложе его в болезни его я сказал господи помилуй меня исцели душу мою ибо согрешил я пред тобою враги мои говорят обо мне злое когда он умрет и погибнет имя его если приходит то видеть меня говорит ложь сердце его слагает в себе неправду и он выйдем он толкует все ненавидящие меня шепчет между собою против меня замышляет на меня зло слово виляло пришло на него он слег не встать ему более даже человек мирный со мной на которого я полагался который ел хлеб мой поднял на меня пету ты же господи помилуй меня и восставь меня и я воздам им слава тебе боже наш слава тебе из того узнаю что ты благоволишь ко мне если брак мой не восторжествует надо мною а меня сохранишь в целости моей и пасаешь перед лицом твоим навеки благословен господь бог израиля под века и до века аминь аминь слава тебе боже наш слава тебе господи горе то какое кто-то раздел людей здесь почему не замерзает на улице коснись их сердце господи какие-то разбойники напали на ней почему никто не вызывает милицию это десятый человек и все раздетые а то там наверно банда какая-то орудует продают одежду людей берут помилуй нас господи помилуй нас и ребят это видно неплохие еще же так и не могли не сопротивляться разделе их господи помилуй иисус предлагает прийти и купить у него одежду святую одежда святости господи пошли мы ли все случилось так почему все раздеты это жалко только не ругайтесь чтобы не ругаюсь но молодец так так не один в разных комнатах еще на улице холодно же все замерзнете но все же нигде в одном я нигде этого не видал ни ни в каких и все время сосут эти наркотики эти же не беда к это наркотики самые настоящие мне сказали там эль как-то называется это пара генератор а чего генерали то тело хорошее вам сколько лет мне 80 я не пью ни курю ничего и знаете господь меня провел трудными путями это не надо не не надо рапа эти организм будет болеть потом вам слишком хорошо выглядите на 80 неправда неправда так у меня за плечами 5 тюрем меня как верующего терзали 26 лет советская власть меня морозилка держали выкручивали все да я все время работал на физической работе 40 лет печеньком был мне не давали работать нигде по специальности извините как вы зовут игнатий тихоныч лапкин можно просто можно если можно ты а вы есть я сейчас скажу меня сема просто семен так если вот смотрите вы внезапно как-то отходите все простите даже не дает вы зарядите во свете библии игнатий лапкин youtube во свете библии называется запишите себе игнати можно на секунду скажу я с крестиком но я не верю в бога а зачем же носите как амулет нет я просто надел чтобы не потерять не знаю подожди подожди вы сейчас начнете меня ругать я уверен да нет подождите я убеждена его не не нашел потому что у меня нет никаких оснований уносить правильно меня никто не убедил в том что бог есть правильно я его нашу только по той причине потому что меня крестили в детстве а вы в бога то не верите сами знаете почему не верите потому что мне никто не убедил не уверен так убеждать не надо если ты нормально в школу-то ходил когда-то у вас глаза работают оба нормально глаза до вполне ну так а дальше все и понятно уже только остановись сейчас вот выйдешь на себя посмотри на руки как все по пожеланию делается какая природа какие птицы звери кто сотворил это кто звезды то есть и гнатина смотрите всему есть научное объяснение то чему обид пытается объяснить религия объяснение не всему а ты ничего не объясню наука объяснять скажите кит плавает и медуза разница большая келька а здесь одна мошка плава мошка летит и слон откуда все взялось это все природа доброго она ничего не может дать у нее ума нету природа это мертвая природа а у человека совесть есть совесть есть и ум откуда природа ты дала дала-то бы знаете что при не верят вот почему человек живет беззаконно и чтобы себя утешать что ничего не будет умру и все конец чтобы не отвечать это из-за страха вот три тысячи лет назад давид говорит сказал безумец сердце своем нет бога безумец он в открыт это не мог сказать вы учите что бог есть верят два миллиарда мусульман два с лишним миллиарда христиан буддистов сколько неверующих-то людей это совсем мало и при том все это хулиганей без баня куда не годятся эти люди они слова нарушают давайте можно вопрос да смотрите я не утверждаю что бога нет не утверждаю на секунду важно не утверждаю но есть опять таки мне никто не доказал что бог есть а скажите вот что можно вопрос пожалуйста вы уже задали скажите что это такое телефон телефон но я сейчас буду говорить им сама природа создала ветер надул камушки дождем помочила нет 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 да чё нет природа создала человек да не может создать человек может с природа создала и все чем ты мне докажешь человек так любой воробей в миллион раз сложнее устройства и само по себе заметьте между обезьяна и человеком ни одного скелета по сиденье найдено иначе подождите а вы кто по специальности вы витному вы монах или я простой печник и сторож ну что вы глубоко верующий правильно я жизнь прожил в этом но можно я спрошу это давай смотрите если я не верю в бога бог меня за это не может наказать это моё право не верить ты уже сам не наказал право то у тебя никакого нет быть дураком зачем это право то я дурак но хорошо да что еще взятом нету игноте но смотрите хорошо я дурак я я даже спорить не буду я я изначально дурак хорошо одеться то вы можете или вас одежду утащили жулики нет я просто разделся потому что месяц ну это один до десятый подряд идет десятый половые органы показывают совокупляются кого обманывать но я-то здесь уже полтора месяца нахожусь и полтора месяца в этой рулетке я вам я вам сочувствую если здесь полтора месяца это люди раздеваются чтобы девки могли посмотреть что он нормальный для блудан это на выставку выставили себя абсолютно точно игнатий игнатий извините я вам просто объясню мне просто жар ну хорошо вам жарко но сильно сидит человек на улице и сидит жарко да вы лучше оденетесь это бесстыдство понимаете женщины раздетая по базу половые органы ноги раздвинула и показывать ей жарко и пальцем тыщет себя в дырку это годится разве мужчина вышел голый и женщины как скотина скотина совокупляются блудят нет это я согласен с вами но половые органы у меня между ног они на плечах да понимаете что я здесь не могу никак вот целый сейчас смотрю и за час человека может быть полтора только нормально остальное все счета дым какой-то глотают голые мусульман примерно 80 процентов я им говорю вы зачем здесь да вот познакомь кого ознакомиться я расскажу чем смотрите у вас дома разрешается 4 жены иметь платить колым надо а здесь 44 даром 44 даром здесь 44 даром и ты как жеребец стоишь чужую кобылу получишь чего нет то это счет это яма у меня нет ни одной жены мне нужно ну я не могу находиться вот так нет да не ни одной жены не надо человек блудник здесь только для блуда сходятся еще тут догадываться еще один вопрос а почему вы то здесь находит еще раз говорю когда я узнал про это чат у меня брат умер ну верующий брат он 17 лет лежал парализованный 7 позвонков у него разлетелись он головой ударился и он сюда зашел чат у него только плечо шевелилась она так вот рукой я посмотрел два ролика и он умер я помолился господи что ж там такое я не видал я сошел сюда это тьма это содом и гаморра а я проповедник 56 лет уже сколько человек которые услышали о боге и сейчас они по-другому живут за полтора месяца уже около десяти человек нашли себя вот зачем я пришел метод делать нечего дело в том что я считаю евангелие считаю библию рассказываю вот сегодня уже два человека нашлось сегодня два человека одна девушка другой парень разведенный мужик молодой и вот теперь он я им даю данные как меня найти в ю тубе в ю тубе у меня канал канал 14 тысяч 300 роликов 14 тысяч мы строим православную деревню я начале детского лагеря 45 лет бесплатно без государства тысячи детей подняли понимаете я для бога делаю у меня все время радость у меня три голубятни у меня голуби здесь живут даже в комнате понимаешь меня какая интересная жизнь у меня вышли из печати 38 томов книг я их развозил от тихого океана до атлантического 650 городов посетили я подарил выступая на стадионах мои книги у путина видели у патриарха почему я с богом и бог открыл меня нету никакого образования гуманитарного просто я сам учусь и бог меня поднимает вот чем дело молодой человек всем а какое дело то я вас понимаю но это мой друг спит если что вы просто вы просто сами выйдете так ночью на улицу ну маленько оденьтесь а то замерзли ну дома выйдите на улицу когда не рядом ничего не светит и посмотрите на звезды был такой философ монтейн говорит отрицать бога под звездным небом и у гроба близкого человека может только идиот да потому что все кричит о славе божьей невидимой божьей не видно кто вот этот модель книжечка кто ее создал так человек какой это сделал это сделал книгу какой но я могу сказать я реставратор я ее сделал около 3 человек значит значит у как у каждой вещи вот она телефон такой у него есть творец а то что сложнее в миллионы раз вроде само по себе ночью смеяться то можно я скажу свою версию пожалуйста эволюция наука эволюция нету эволюции никакой нет нету человек все время и даже скелеты все а человечество которое живет 7500 лет всего только за семь с половиной тысяч лет как в библии написано вот этой святой книге вот вот она книга и еще не найдено не найдено ни одного скелета ни одной стоянки больше семи с половиной тысяч лет от адама а вы помните ваше имя игнатий лапкин игнать вы запишите себе игнатий тихонович у меня бабушка глубоко верующая ну когда я начну вот честно говорю я не противник религии я только за если человеку это нравится только за но периодом когда я задаю вопросы я просто хочу знать на них ответ мне бабушки не отвечает ну давай давай у меня представление что просто нет на них ответа бога доказывать и мне нельзя еще доказывать когда все вокруг наполнено его красотой вот мы приехали на это место дом стоит это ветер нанес песок сама труба задымилась куда бы мы не глянули все что просто физика ну понимаете человек не верит почему потому что написано делающие добро идет к свету дабы явно были дела его а делающие зло и не идет к свету а я по вашему мнению гнатий тихонович просто смеха чуна не одну вы сами решите если человек делает добро я наоборот хочу к свету нет понимаю выбор бога не верить это написано бесы верует и трепещут бесы а вы еще хуже бесов почему да потому что они на небе были ангелы бог сбросил их превратили в чертей но и гнатий тихонович я же не хочу быть бесом вот поэтому оденься сотвори молитвы иди в храм божий приди к священнику православному исповедуйся и скажи я безумец что я делал меня родители всегда в детстве водили в церковь мать мать водила церковь и бабушка и поверьте я всегда ходил одетым так и что дальше но я никогда не верил в бога потому что но это бред ну как это можно верить я не понимаю бога бога еще секунду что я не утверждаю что бога нет я не антихрист какой-то я просто не могу это знал смотрите вот это кто сотворил вот это вот человек для чего для того чтобы растоптать ногами до того чтобы слушать музыку да вот назначение у человека бог сотворил природу речь а какие есть кто у каждой вещи есть автор кто я сотворил а для чего чтобы растоптать умер и все еще нету человек бессмертен и будут лучше но скажите о человек живет один бандит там тащи котела у у там умертвил 65 человек а другой жил для бога поднимал бедных всем помогал и умер одинаково всем да да какой же то бог такой бог и не нужен а раз бог справедливый он зато уж говорит поэтому здесь нет на земле справедливости что она будет там за гробом и бог тогда каждому покажет грешники идут в озеро огненное где плащ и скрежет зубов сатаною а у верующего царство небесное для этого стоит жить стоит молиться на тихоныч а вот смотрите а почему вы так решили вот почему да я не решал это согласия понятно но а вдруг не так давай давайте так все мы слушали внимательно есть критическое мышление надо давайте так сейчас с вами поговорим по три минуты три минуты сейчас вы говорите обо мне я верующие вы не верующие теперь скажите что а потом то есть верующий я просто за и против но нет 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 я не верю это не верующие не обмануть и себя вы не верующие ну скажи теперь и вас и себя я готов вас слушать я предлагаю вам ответить этот ответ а сейчас ответ получите смотрите сейчас три минуты вы правы а потом три минуты я прав согласны вы правы и три минуты скажите что я проиграл не отвечаю да отвечайте я я верующий вы не верующий ваших глазах я идиот и дурак верю в то чего нету нет нет вы не идет и дурак я в моих глазах я идет и дурак знаете почему я вам объясню потому что у нас с вами просто разные точки зрения а точек зрения миллиард бесконечность я не я не говорю что вы идет и дурак возможно я эти дурак у меня нет такого мнения понимая каждый в вас игнате яна� каждый из вас имеет свою точку зрения я не говорю что кто-то из нас дурак и закона что точка зрения мы говорим о боге да я об этом и говорю вы верите в бога допустим я могу верить могу не верить это моя точка зрения и это же бог даже бог если он есть он имеет право нас ожидать но бог не имеет права какой-то мали нет он не должен не осуждать библии кстати так и написано то что у меня я вот честно говорю вам дословно я не помню я вам клюнусь дословно не помню но я могу иметь свою точку зрения надо иметь эту кочку сиди на этой кочке и зрения зрения какое зрение когда он безбожья он слепой он не видит красоты больше это дело я вижу не все мы давайте разговор закончим так по которой три минуты смотрите я тогда за вас буду говорить вот вы это другой человек это не вы вы верующие так и вот не верующим в глазах неверующего то я кто такой что я потерял я говорю я во первых у меня друзей много я не пьяница в семье порядок меня уважает вышестоящее начальство я встречаюсь с министрами у меня университета открытые преподаю три радиопрограммы веду слушать миллионы людей у меня на на моем ю тубе по просмотров 31 миллионов есть ну конечно во свете библии ю тубе 14300 роликов 14000 моих роликов и а во свете библии во свете библии свет давайте давайте запишите во свете библии да я подожду все мы не торопись во свете во свете библии смотрите если вы поставите youtube на счет вы в youtube пойдете канал если поставите сайт под этим зайдете на мой сайт такого сайта нет во всем интернете там 50 книг которые я насчитываю там мои книги 43 книги мной изданы 38 уже в варианте до тома не не каждая книга 752 страницы вы зайдете там увидите фильмы сняты конкретно мне занятие первое место на международном киноконкурсе геннадий тихарович можно вопрос сейчас я я сейчас закончу смотрите и вот сейчас ну я разговариваю как бы не с вами раз вы верующие они верующие но в глазах его ну темный не знаю это другое но я ничего не проиграл у меня здоровье хорошая нормальная пища хорошие друзья отличная семья у меня три голубят и я туда-сюда ложусь ввожусь вот а я говорю вот что я проиграл ничего одинаковым но вот если я прав предположительно а ты не веришь бога а написание верующие не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем так написано гнев божий ты в аду будешь гореть что ты сделал с собой я ничего не проиграю себе даже бога нет я жил для бога а его нету ничего не проиграл у меня жизнь целеустремленная у меня я с губернаторами встречаюсь с такие люди которые с лауреатом нобелевской премии и мне даже нужды нет никакой я никто но они меня считают за человека движешь вам все время в этом подкормка нужно это сатана на уровне разложения пищи этой материи и вы думаете что еще нету а у верующих этого нет у меня чистый воздух а у вас отравленный уже разница есть ну смотрите а сейчас я можно альтернативную точку зрения скажу давай посмотри ну вот чисто опять же все гипотетически все я ничего плохого не я вот честно к вам отношусь с уважением то что вы молодец с большим уважением лично к вам но сейчас твою точку зрения скажу смотрите вы всю жизнь как верующие говорят жить в нищете все богу но при этом у верующих служим скромно правильно а вам видно мою обстановку посмотрите кровати вот вот смотрите а вот когда напротив вас сидит олиган к примеру ну да к примеру у него есть все абсолютно и при этом вы проживаете одинаковую жизнь у него все есть а у вас ничего нет и по итогу в конце вас ждет одинаковый финал вам обидно нет как раз не одинаковый а вот заметьте теперь подожди вы сказали если бог есть а если бога нет то финал то вас будет одинаковый в конце ничего не заимеете что он что вы но при этом жизнь вы прожили одинаковую он в своей жизни жил на полную а вы нет выйти вы с вами разговаривать так как вот допустим ну хоть маленько как-то вера была на я с вами готов разговаривать абсолютно но как что вы не сказали я воспринимаю абсолютно нормально то есть я воспринимаю нормально альтернативную точку зрения нету точки зрения так смотрите я работал с малолетками преступниками можно я не надо не надо подождите маленько того уже уже наркоман понимаете вы не можете без этого уже сатана вас мучает уже ишь как то есть вы уже себя и зарвали вам до 36 лет не дожить да нет 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 вы отравляете ваши легкие уже дырявые я говорю что бросили это я же для вас за вас стараюсь стараюсь счет можно я скажу это просто не моя штука я штука моего друга я вообще не курю когда он приносит эту штуку я хочу покурить ладно 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 не надо пока слушайте я работаю с малолетними преступниками вы сейчас но сейчас не сегодня но несколько лет назад еще почему у меня огромного вы перебиваете не вы слушать не умеете совсем ладно вы запишите наши ресурсы во свете библии сайт во свете библии форм форм отдельно 1600 тем там мои темы вот на на сайт зайдете я там справа написано вопросы ответы я студентам отвечаю на 4 тысячи 124 вопроса политика экономика социология искусство литература то есть 55 папах я отвечаю на все вопросы передо мной сидят олигархи олигархи сидят они в нашем городе избрали меня чтобы я поднял их уровень извините они могли бы вы мне свою страницу в контакте дать чтобы я завтра непосредственно вас нашел не тогда вы найти меня в этом скайпе найдите игнати лапкин скайпе запиши skype сейчас хорошо сейчас записываю skype или по-русски 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 все а кенниси точь прохан дуэнда и на тела я только английский знаю шпрэхан не очень кеннис пик инглиш дон дистан ме а я скью дуэбелива и на тихо рычу а я беру и иисус прайс а а и и ну ладно я самостоятельно учил разные языки и с людьми беседовал у них проповедовал нашли лапкин во свете библии гнати лапкин я сейчас в интернете просто написал про вас так и очень много чего нашел там много что найдете у меня врагов там тысячи мне за пришлось заблокировать только за последние полгода семь с половиной тысяч человек почему потому что мы делаем дело божье вас господь должен вывести на наши ресурсы они о том что кто-то скажет а кто скажет у которых ничего нету завистники извините что опять перебил а вы в каких соцсетях находитесь сейчас где нахожусь барнаул город барнаул я не пойму что хотите узнать ну в интернете в смысле как с вами можно связаться я еще раз говорю скайп система такая открыто друг другу я знаю а вы имела только в скайпе да ну почему в скайпе ну а в другом месте то мне уже труднее отвечать вот смотрите вот в контакте инстаграм у меня везде есть в инстаграме и твиттере и фейсбуке но там работает администрация туда даже не захожу оттуда мне материалы скидывает смотрите допустим завтра вот например да я захочу с вами связаться по skype да ну к примеру не ну даже инстаграм я хочу вас найти да ваш да ваши статьи почитать да просто игнотик но написать я вам захочу лично вот написать но это мой мир mail mail.ru в моем мире там переписка идет мой мир у меня там 22 22 тысячи фотографий наших знаете на самом деле вы честно вам скажу вы очень интересный человек и не ожидал понимаете в чем дело это дело не в интересе делаю вере вот представьте мне книги написаны и слушай внимательно всем а не перебивай и мне господь я молюсь положил на сердце а книги обо всем написаны как правильно жить как с преступниками как я начальник детского лагеря 45 лет без помощи государства тысячи детей поднял помог господь и теперь я думаю как эти книги сделать известными господь положил на сердце мы покупаем газель газель отечественная груза пассажирская мы грузимся из барнаула знаете где барнаул находится и мы едем до владивостока тихий океан порт находка и я везде дарю книги 3 38 томов дальше здесь отсюда посылаем контейнер границы и проезжаем до лиссабона где лиссабон португалия португалия мы доезжаем до атлантического океана проходим турцию с той стороны черного моря проходим всю скандинавию прибалтику и север и мы посетили 650 городов 120 тысяч километров и везде я дарю книги на 35 миллионов подарил а у меня пенсия настоящий момент 8000 141 рубль 33 копейки мне не давали коммунисты работать нигде поэтому я на самом низу плотник бетонщик я прорабом работал мне не давали поэтому такая пенсия только вне ведомственной охраны при милиции в том районе где я живу я все равно выжил а почему теперь я с милиции веду занятия в тюрьме с персоналом захожу однажды пять генералов сидят мэр города и они говорят а мы только вас сейчас разговаривали у них там день рождения я говорят что более счастливого человека никто не встречал а почему вы делаете то что вам нравится видно как вы ликуете этим что преступник стал на правильный путь был бедный человек подняли его на ноги был заброшен подняли допоили до кормили а я говорю чужими сидит прокурор края главный судья краевого суда и они меня лично знают ко мне бар города заезжает а мэр в десятку лучших мэра в россии входит вот дом в котором я сижу сейчас и его нет во всей россии такого почему когда я освободился я начал судиться у меня изъяли по государственным нормам у меня изъяли на 11 миллиардов теми деньгами что это это фанатека самая крупная в мире 50 книг насчитана я оформлял как фильмы делал отдавать то нечем и рассчитывается нечем и тогда предложили я предложил им недвижимостью и вот два дома вот я живу там я доделал церковь у меня молятся приходят люди я сам-то молюсь я из дома здесь представьте у меня квартиры была так такая же оборачивание 12,8 квадратных метров квадратных метров у меня 11 человек живут я около вокзала живу дверь открытой ключа нету приходят бомжи ночуют и становятся на ноги это бог делает так даже сегодня вспомню мне страшно меня бог избрал после на евангелие 23 года в морфлоте служил в ракетных войсках когда вернулся поступил в мореходное училище передают говорят у вас какая-то бедность было бы нет у меня сила я все время спортом занимался это не то теперь я учусь в мореходном училище добиваясь сдать три курса за один год по выбору комиссии английском немецком или французском я с выходом за границу и в это время евангелие вот эта книга мне попадает в руки дали мне я встал на колени я встал уже другой я встал и первый матрос говорю мы живем неправильно жить надо для бога а теперь за мной тюрьмы пошли я я радуюсь во всем этом у вас этого нету а сколько вам сейчас лет как говорите игноти ханович говорит сколько вам сейчас лет 80 а вы сейчас не снимаете надеюсь и конечно снимаем это будет стоять в интернете серьезно конечно сема без за у нас нельзя лгать никакого слова лучше дьявола и ты увидишь что ты парень хороший ну любая девка тебя изберет на на что тело ты ты показываешь а афишируешь вот а в другом то тебе надо подучиться надо побыть нужде на тихоныч а можно мне как-нибудь без интернета никак то есть вы зайдите на наш youtube и там это будет стоять в пределах ну допустим 10 дней потому что я отсылаю в администрацию бывает так у нас работа в другом городе вот нашелся парализован и мой сайт огромный огромный сайт и он этот человек парализованный говорит надо копию сделать я говорю зачем ну так он специалист и он я закончу он без моего ведома нанимает высшего класса из израиля из белоруссии программистов и они делают этот сайт мой сайт копирует но оформление там другое я говорю сколько же сережа заплатил за него 300 тысяч 300 тысяч отдал впервые познакомились где бы я ни был люди сердца открывают будь я не верующий мне как вора боялись бы они знают мои двери у меня все открыто для людей то есть вы выкладываете видео то есть не на долгосрочное время это навсегда потому что сейчас только сделали копию полностью и увезли в испанию будут открывать может быть нужно америки или где-то в разных местах чтобы если здесь погибли другом месте осталось у меня выхода посмотрите вы придете просто в страх это нельзя сделать человеку одному меня когда арестовали то московской кгб говорили тут несколько отделов сибири трудятся нашли одного человека но я не один потому что со мной все время целый коллектив работает людей то есть мне никак не избежать ютуба не как зачем избегать это нормально у нас разговор нет смотрите игнать ничего плохого не сказали ни разу не заматерились это уже достижение это бабушка ваша за вас молится нет все таки мне не очень хочется ну мало что не хочется не надо это ломаться вы нормальный парень уши и глаза есть а потом ты посмотришь со стороны то и будешь копию себе снимешь и скажешь еще делал только не забудь если подробно хочешь знать зайди по скайпу ко мне это доски ну где именно ваш ролик потому что тебя сегодня уже с сегодняшний день выставил 13 роликов тринадцать много просмотров набирает роль ну вот но на ю тубе это тридцать один миллион 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 а что удивляете ну так вы зайдете сейчас это очень много самые топовые блогеры столько набирают но у меня блогерем называют вот представьте и тысяч ну миллион это очень много но объективно но это просмотров просмотров а я про просмотра да я просвещаю 31 миллион да конечно так у нас какие люди то приходят посмотрите сейчас вот зарядите youtube канал канал во свете библии игнатий лапкин четыре слова его увидите там 32 тысячи подписчиков пока нет про миллионы просто да я говорю просто зайдите сейчас там увидите верху там показано 31 миллион там 500 тысяч что ли нашли все моя я я вам говорю стопроцентную правду не не то что там я вижу до 300 на 1000 нет я имею этого монтируйте как-то ролик нет нет не монтируем вот как есть они живьем идут у нас потому что монтировать люди не доверяют там картинки у меня вот как снимаем сейчас так и будет вот я бахнул руками там будут руки как ты попрошу так сколько просмотров там посмотрите но верху смотри нет 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 общий просмотр сколько там там здание где и посмотри вверху там написано сколько 32 тысячи нет это подписчиков а а дальше по строчке считай написано просмотров каждое видео правильно все вместе 31 миллион насчет они не прочитал да я просто не очень понимаю где смотреть ну под зданием которое вверху там вы открыли это уже сразу видите подписчиков вы знаете а рядом написано 31 миллион и 500 тысяч наверно я ладно но вы найдете увидите я вам говорю там есть такие ролики которые 700 тысяч посещения одного ролика одного просмотра у нас природа показана все что мы делаем это работаем где беседуем в дороге едем останавливаются библиотеках мы все снимали все как игорь технич на самом деле вот небольшая удача что на вас но там я молился чтобы вас господь послал мне навстречу вот заметьте там я в библиотеке имени ленина мои книги в москве в парламентской библиотеке в исторической в москве только в трех библиотеках вы понимаете что это значит это не просто я дал книги это божественное все как с человеку быть другим там и в каждой книге 64 страницы фотографии цветные мы издали новый завет и там 230 густава даре гравюр мы их раскрасили и издали эти книги видели библиотеке у путина тому патриарха в датской библиотеке у королевы то есть мы везде дарили дарили я подарил на 35 миллионов книг имея 8000 пенсию ясное дело что это не мое так что сема в эту фистушку то выбрось не бери в руки не отравляй себя сейчас пост идет великий пост и вот как мы молимся здесь как собрания идут у нас все высвечено спрашивает как обедаете у меня брат был больница я без него я показываю как я кормлю кошек под полом там в церкви слажу туда теперь как я на голубят не гоняю голубей я на велосипеде езжу у меня никогда ничего не было и не у меня все есть только подумал ехать а денег нету незнакомый человек я его никогда не знал он говорит я слышал вы нуждаетесь в деньгах книги издаете я говорю больше не издаю я остановился я умею останавливаться но он говорит ну а что делаете сейчас мы поездку будет миссионерская от океана до океана до пошлю деньги ну посылай кто такой булкин димитрий город калининград вот откуда это господь делать и мы только за одну поездку на горющее потратили 440 тысяч это бог делает так всем поверь с богом как легко и на душе легко смерти нет вот я на корабле работы на корабле у меня стихотворение там 3467 стихотворение по 9 куплетов а много или там мало это за девять лет написано то что за свою жизнь написали вместе пушкин лермонтов некрасов блок да там меньше еще и ни одной по марке нигде нету чистого листа пишется да вот скажите вы если хотите послушать как мои стихотворения поются запиши фразу одну запиши и увидишь пример к себе своим воображением пример пример к себе воображением игнатий лапкин и там ты увидишь на гитаре играют и поют а внизу слова песни или такое допустим рыбацкая шхуна с волнами боролась это мое стихотворение это же игнатий лапкин и восемьдесят шесть примера моих стихотворения песнопения переложено музыкой в контакте у меня в контакте но везде везде у меня есть ресурсы но работает там администрация туда не захожу мне даже некогда самый хороший ресурс из такой мелочи это мой мир мою руку вы сидите вот здесь от рулетки что для меня на самом деле я ради вас и пришел всем а чтобы вам рассказать чтобы вас из извлечет этой тьмы глубокой тьме слепой господь реально я молодой у меня сейчас вообще ничего дай но она уже душой ты и калека да почему но садись порь у меня опыт все моя работаю с людьми одновременно в пяти университетах вел занятия 13 школ во всех отделах милиции воинских частях 3 радиопрограммы у меня все время народ я знаю людей любого класса 45 лет начали детского лагеря знаю людей или нет нет вы конечно знаете но смотрите я никогда в жизни никому ничего плохого не делал я даже кошку не обидел не муху не вот я вот вы можете мне не верить но я вам клянусь это так и есть не надо клясться за пред христос горит никак не клянитесь я вам говорю честно у вас родители живы родители живы родители живы у вас конечно они хотят чтобы вы были наркоманом хотят а вы другим не будете наркоманом не буду уже наркоманить его же наркоманить их дышите это легкий наркотик дальше героин пойдет не пойдет ты услышал спорить не надо я работаю с людьми с наркоманами и я их очень хорошо знаю 36 лет крышка вот послушай стихотворение тебя расскажу свое одно пример к себе своим воображением все то что прочитал или услышал для снайпера сегодня я мишенью всем хищником меня бог сделал мышкой не час не сутки но сплошная жизнь на выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз задача выжить и ни одной победы хотя как знать когда я ускользну петля и яд меня не захватили враг не достал и стратил всю казну уверенность пожег в истерике в бессилии их измотала в горных перевалах там след моей ступни не распетлял по шахтам гротам по лагам отвалом и следует святых о ком я насчитал мой бег мое убежище с давидом за мной доик бешеный саул они разведали что им я мед акриды а штаб квартиры избран барнаул я с моисеем на своей вершине последний раз смотрю из под руки враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки моя погоня гнались до упаду я отошел не досягаем вам прощать земля азарт закона града мой труд следы считайте по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу тихо тихо молодец и вот у нас как на корабле было когда оледенение корабль готов опрокинуться называется рыба с хашхуна с волнами боролась стремительно крен возрастал смятение росло но раздался вдруг голос и и всех на молитву призвал волна через корпус не распробегала было посиди виден плавник как туша убитого кем-то финвала корабль под ударами сник остались минута а дальше развязка объятия холодной волны над пропастью мглы с ледяной повязкой о чем бы подумали мы наверное лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне на жизненной грани на жуткой изломе на вечно девятой волне иные клянут капитана стармеха проклятья всем и всему окончена жизненная чаша утеха и брошена раза в волну когда мой корабль опрокинет пучина а рот поперхнется волной дай боже чтоб к небу своей кончиной других и увлек за собой тихо да с богом прекрасно жить выбрось эту свистушку оденься и сходи в храм помолись господь силен простить потому что он умер за нас но почему я не могу господь даст веру внезапно откроет вот смотрите это конечно мы почему я так не могу сидеть не можешь теперь смотри я говорил так вот сейчас одним таким разговаривал сразу пошел оделся я бы не говорил это ты еще ребенок поэтому ну вот а у него двое ребятишек и он голове сидел и пошел сразу оделся ему неудобно я ксакал для вас старший у нас хорошее отношение с мусульманами ну ладно знаете что это нехорошо конечно вот теперь для вас просто так встреча а для меня то что я молился я просил господи выведи добрых людей чтобы показать им путь выхода мы не религию проповедуем всем а христа который умер за наши грехи который за меня умер и воскрес это весь мир знает это все вот наша эра идет от рождества иисуса христа тысячи христос умер за нас а нам все равно нет честно мне не все равно я просто можно свою позицию скажу я не то что вы против бога я за то чтобы как бы найти и против как бы и за и против чтобы все это как-то несколько искать уже прийти к чему-то единым вот так христос воскрес а если бы не так то все бы светло давно укутал мрак и солнце правда дню не узнали мы не было бы выхода из мы если бы он из гроба не восстал нам чужим был высокий идеал и даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли он жив а если бы он не жил живое все там мир похоронил и да да дальше говорит то весь прошла через грани всех веков через границы всех материков и варварство видимо не прогресс не заглушили песнь христос воскрес мне нравится но еще бы вот знаете в ашхабаде было было землетрясение послушал одно стихотворение это не мое храпово земля тряслась волной колебания было прокинут город ашхабад в развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят об этом говорит мечеть туркменов зияющие раны обнажив здесь многие уж были несомненно и доставали здесь карандаши стена чернеет в именах и датах то экскурсанты записи вели мол были здесь такие то тогда то да были посмотрели и ушли я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти хранить вот строить научусь и стены эти я постараюсь вновь восстановить такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам отметили большое колебание сейсмографы господни по церквам вот здесь видны проломы в доме божьем а там сошли с фундамента столпы и гнется трость предутонченной ложью и вновь христос курится средь толпы о как нужны теперь нам христиане которые могли бы повторить я приложу все силы и старания что божий дом опять восстановить поменьше б тех кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни поменьше б тех кому одно лишь нужно что в списках общин числились они касается не нравится ну конечно это живое все на тихоныч уже кстати 9 утра у вас сколько сейчас времени время сколько сейчас все мышка посмотрим сколько у нас час дня час дня час дня а мы вот всегда стоим 4 40 по нашему времени чтобы на работу успеть помолиться посчитать слово божие так каждый день даже в детском лагере у меня в детском лагере подъем всегда был в пять утра у меня особые дети были особо не все умели делать вот приехала комиссия а дети спрашивают или я спрошу кто вот я вас прошу кто телефон изобрел мобильный и все кончилось мартин купер мартин купер а кто-то интернет изобрел тоже не знаете тим бернер с ли а дети знают и мы за них молимся каждый день мы реально в руках держим обстановку дети знают кто изобрел айфон они знают все дети знают кто у нас губернатор кто представитель совета министров а дети маленькие мы не только божественные мы все это даже знать природу изучать я учу их лекарственные травы чтобы знали я это знаю деревья я допустим листик сорвал дерево куда его на что оно угодно куда его можно употребить еще мы должны насчитать даже но хочу человека ногой для чего нужен ноготь и начинают дети для чего и вдруг 5 6 7 8 9 уже 10 причин нашли как бог удивительно сделал дети даже все знать я могу говорю ты еще не родился уже смотри дверь на шарнирах тепло сохранять стекло светло тебя ждал мир когда ты родишься не для того чтобы наркотиками мозги отравлял что ты тоже что-то изобрел ты помогать должен бедным нуждающимся в каждом увидеть христа хрис отгод помогли ему это мне помогли ему господу понимаете такая великая цель ян злату вас говорит так вот ему говорят ну ты проповедуешь а он твои прихожане в пивнушку пошли я знаю неверующий который лучше вас а златоуз говорит это пятом веке проповедник был и он говорит город златоуз есть он говорит чтобы быть верующему доброму три причины первую очередь мне обещана награда что я последнее отдаю для бога но я лишу нуждающихся многодетных примеру сказать второе если я буду делать неправильно бог угрожает гиенной огненной огнем и третье бог помогает благодать и несмотря на это мы падаем еще то что спрашивать с того там ивана петра которые ничего этого не имеют животное живет как скотина ничего не знает а что по природе знают скакать друг на друга тем расслевают себя ну чё всем а давай прощаться на самом деле я бы сам не прощался на техночке просто ну ладно значит скайпе меня найдешь с четырех дня ночи до четырех дней а по москве по москве если будешь звонить каким то там все обо мне найдешь то никогда не алекой сразу говорю я такой-то был раздетый вы со мной говорили я нет ни верующий не не верующий чтобы я догадался и меня звать скажи семён о тогда я вам отвечу иначе моего голоса вы помните да вы меня запишите как конечно можно не надо ну ладно сама не надо у нас мы хорошее говорим столько старались время тратили а люди на этом люди на этом обращаются к богу честно я вам очень признательно спасибо большое я знаете сижу в камере ну и говорю как мальчик один мы малина решили набрать с молоком один мальчик отошел подальше тут деревья растут пока мне подошли говорят а он берет ягоды и в рот а в кружку не кладет я потихоньку подкрался а он так берет ягодку святые божие святые крепкие святые бессмертные помил у нас поет я потихоньку опять отполз не надо трогать он кладет он очень хорошо кладет потому что мы смотрим на другой я это в камере рассказал одному это ребенок маленький так ну маленький уже пять шесть лет а у меня две дочери такие злые и ходит и плачет реткин владимир прокопьевич понятно он первый раз это услышал он арестованный у него то большой срок будет и вдруг он обращается начинает со мной молиться я говорю володя ты уже тебе уже закончено все да все уже суду скоро будет немедленно вызывай прокурора по надзору и скажи что ты врал пусть все перепишут а ко мне тогда вообще там аппаратурный завод отдавал аппаратуру развозил отдавал кому отдавал начальнику алтайского кгб ты еще боишься его ты скажи я ему отдал тебя наоборот это легче легче будет так ему условно далее да в тюрьме такую молву они любят эту байки предавать передавать вроде я открыл тюрьму чуть ли не всех выпускаю понятно я с богом я перешел как вот когда мне срок объявили а прокурор говорит ну поняли а я вот так вот встает вот решетка я из-за решетки вот так вот за решеткой два раза шагнул и говорю вот там я и буду через 2 2 шага меня поэтапу везут а вот этап это свирепый новосибирский этап никуда женщин туалет не водят криком кричат женщина мне кричат батюшка молитву напишите я не отвечаю а в коридоре ходит часовой он подошел а почему не отвечаете я говорю устав который у вас есть он запрещает но я разрешаю я говорю женщины я бы написал но вот он если разрешит писать а вот я разрешаю я им молитву дал они успокоились повел меня в туалет а я ему и говорю юноша будьте добры сводите женщин туалет им так трудно и он пошел а женщина знает так они не знают что сказать мне самое хорошее почему я для бога это делаю вот ко мне в камеру камера открылась а его взяли он на 3 охотка третий раз у на то вор его как ударили о ком это комната говорю камера мимо шконок он пролетел и головой а батарея ударился я сразу же постучал дверь дежурный подошел что политработника вызовите немедленно а уже сказали сия вызывая даже выполнить он пришел ульяновский владимир александрович в чем дело лапкин я говорю сейчас 1 на допрос брали и вот так с ним обратились он виновен да ну вот ударили через пролетел и головой ударился видите он какой лежит да вы что кто это сделал там расследование будет а уже по тюрьме слух пошел что я за преступника заступился и понятно мне до всего дела есть мы покрасили яйца я иду в тюрьме и по камерам раздаю я узнаю что нужно иду к прокурорам ходатайство них а будь неверующим еще не надо было бы мне вот который начинает ругаться я говорю если бы это было в камере тебя по стенке размазали бы я молюсь и в камере стараются даже не курить а это не одна тюрьма а их 70 человек и 8 часов я начинаю проповедовать один весит отбой камеры открывается охранники двух этажей собирается у дверей и здесь я проповедую два часа полное молчание сколько людей которые до суда вышли стали говорить правильно бог сделал это бог наполнил меня этой рекой у слова живого и у меня с собой евангелие я даю считает нашли три человека в камере которые не курят вымоет руки а главный который ну вор в законе так называют он следит за порядком я только зашел в камеру господи иисусе христе свиньи божий помилуй мне греша мир вам сразу один оторвался так кто такой по какой статье я говорю 190 прим что мента грохнул я говорю нет это 190 это 190 прим это политическая статья сразу же все справки навели а где вы хотели грибли же как ну и чтобы рядом не курили он сразу разобрался а на душ конку три человека а мне две освободил и я один на них лежу 87 1987 год это бог делает так и когда приходишь тебе дают там матрас там все дают а мне не дают меня который там баландер называется от отвел стороны горит стой отец здесь и достает буквально хрустящие простыни новые он горитя уже третий год здесь я ждал когда ты придешь туда я как ты знал сон был я видел это вы должны были прийти и он не дает меня ведут женщины и куда вас поместить то говорит я говорю там где табака нет как везде курят однако как шизо вот тут и туда идет преступников которые нарушают порядок они металла завели я зашел когда они опять заглядывает и ну как нормально игру счета дышать нечем ну там и сейчас она пошла швабру достала швабра этого в окна дрынь разбила новые люди новокузнецк я еще там не был и уже все покорено понятно я верующий вот заходим в камеру я захожу один сразу навстречу вы бог ягода какой я бог а у меня сон видел что сказано было сегодня в камеру к вам бог войдет я гречи из меня бог вам скажет а их там два сидят цыган за убийство сидит и этот валюта там обменял попался и у меня как будто я всегда тут и был они верующие там ободрать тебя что сделают как ходит там это вор законе все показывает покажите как я заходил камеру вся камера готова услужить я молюсь а они с других камер скажите батюшки пусть помолятся у меня срок большой а потом мне срок небольшой дали поблагодарите видите как верующий я везде у бога на примете потому что меня нету я стал растоптал себя мое я должно быть уничтожено богу дать место вот так все мышка ищите бога пока можно найти ищите он близко он стучится в твое сердце сегодня в библии написано все то есть вот стою у двери и стучу и кто услышит и отворит войду к нему буду вечерять с ним он со мною то есть дверь сердца ты господь стучится через мои слова чтобы ты открылся и сказал верю господи помоги моему неверию даже можешь так сказать тебе бог сразу откроет и ты сам на себя будешь смотреть на сегодняшнего утреннего как будто это не ты это дар божий вера это не просто я докажи доказывать не надо вы смотрели мастер маргарита когда валан там с берлезом разговаривает что и дьявола нету что ж такое ни бога ни дьявола нету но доказать надо не надо доказывать я был со христом когда его казнили почему он дьявол я уже тогда был вот как даже в фильме михаила поначиваясь это показал ну все пока с богом здание до свидания храни вас господь чтобы выбрать эту свистульку не отравляй себя отнимая выброси в окно выброси выброс на на 10 рублей меньше мерзости будет до свидания здоровья хорошего спаси христа богу нашему слова во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала если вам понравилось наше видео одобряйте ставьте лайк а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соц сетях контакте фейсбуке twitter одноклассниках добавляйте в плейлист подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик это даст вам возможность узнавать о новых видео которые обязательно будут выходить на на нашем канале а также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видео архиве помоги вам христос с богом